МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях. Подробнее. Около 4 миллиардов рублей в этом году пойдут на реализацию региональной государственной программы развития дорожно-транспортного комплекса в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Как отмечают в профильном департаменте, из Дорожного фонда планируется предоставить субсидии бюджетам муниципальных образований региона на развитие дорожной деятельности в размере 1 миллиарда рублей. За счет этих средств планируется отремонтировать 54 километра и построить 24,5 километра дорог местного значения, разработать 11 проектов, а также осуществить строительство автодорог регионального значения на сумму 80 миллионов рублей. 27 февраля глава города Андрей Шубин провел плановое оперативное совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб города. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, вы узнаете прямо сейчас. 1 марта в 14 часов в кабинете 401 в здании администрации состоится заседание градостроительного комитета. Тема обсуждения – проект музея под открытым небом. Коммунальные службы города работают в штатном режиме. Комбинат коммунальных предприятий подводит итоги собраний жильцов многоквартирных домов, которые в 2018 году попадают под действие программы по благоустройству «Комфортная городская среда». Сегодня подводим итоги. Сейчас уже есть результаты по собраниям, которые мы проводили на квартирных домах с повесткой «Комфортная среда». К большому сожалению, активность жителей по-прежнему невысока. Лучший результат собрания по дому номер 16-3 микрорайона – это 38%. В остальных домах явка и участие в собрании в очно-заочной форме ставило еще меньше. Поэтому кворума на собраниях нет. Решение об участии жителей этих многоквартирных домов в проекте «Комфортная среда» на 2018 год не принято. Глава Андрей Шубин отметил, что благоустройство дворов зависит от активности жильцов домов. Комитет по культуре готовится к празднованию Международного женского дня. С 26 февраля по 7 марта в выставочном зале проходит выставка мастеров декоративно-прикладного искусства нашего города «Подарки для любимых». 4 марта в 12.00 состоится зональный этап областного конкурса хореографического искусства «Ритмы века» в Центре культуры и молодежной политики. Также 4 марта на стадионе детско-спортивной юридической школы будет первенство положенным конкам. В Центр занятости с начала года обратились 143 человека, трудоустроено 80. От предприятий поступило 83 вакансии. На развитие медицины в Смоленской области направят больше 200 миллионов рублей. Финансирование предусматривает проект распоряжения правительства, который 22 февраля обсудили в Государственной Думе. Средства выделят из резервного фонда правительства Российской Федерации. Также обсуждается возможность выделения дополнительных средств на оказание палеоативной помощи приобретения врачебных амбулаторий и ФАПов, а также на лекарственное обеспечение. Ожидается, что Смоленская область получит более 217 миллионов рублей. 27 февраля в администрации состоялось заседание Совета по малому и среднему предпринимательству. На повестку дня для обсуждения были представлены 8 вопросов. Подробности далее. В начале заседания предприниматели Десногорска подвели итоги работы Совета за 2017 год. Доложили о результатах поддержки за минувший год малых предпринимателей Десногорским муниципальным фондом. Рассмотрели работу программы по созданию благоприятного предпринимательского климата и обсудили, насколько эффективно она реализуется на территории нашего города. «Мы открыты для диалога, для общения. Так что я призываю всех полноценного сотрудничества. Надеюсь, это рано или поздно произойдет». Начальник отдела экономики и инвестиций Ольга Петрова сообщила собравшимся, что принимаются заявки на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучший предприниматель года». Также обсудили участие десногорских предпринимателей в организуемых ярмарках, которые проходят в городе в праздничные дни, и рассмотрели методику определения размера платы за размещение сезонных торговых точек на территории города. В завершении заседания глава Десногорска Андрей Шубин вручил почётную грамоту Тольяту Мамедову за многолетний добросовестный труд и значимый вклад в развитие экономической торговой деятельности на территории города, а также в связи с празднованием 60-летнего юбилея. 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в музыкальной школе имени Глинки прошёл отчётный концерт отделения народных инструментов. Десногорские музыканты представили на суд зрителей великолепную программу «Защитникам Отечества посвящается», в которую вошли выступления оркестров, ансамблей и сольные номера. Обладая самым большим разнообразием музыкальных инструментов, народное отделение всегда привлекало особое внимание к своим концертам. Самые многочисленные коллективы и ансамбли, репертуар понятный и легко воспринимаемый. Музыка близкая по духу всем. Делают такие концерты тёплыми и радостными, создаёт атмосферу праздника и объединяют людей в зрительном зале и на сцене. 20 февраля в детской спортивной школе нашего города прошёл праздник. Воспитанники подготовительных групп детского сада «Чебурашка» соревновались в смелости и ловкости о том, как это было в нашем следующем сюжете. На трибунах переживающие мамы, сёстры и бабушки. Ребята вместе с папами торжественно встревожены, ведь им сейчас предстоит настоящая борьба. В спортивных состязаниях доказать всем, что они имеют право называться самыми быстрыми и ловкими. На праздник пришли и почётные гости. Это те, кто в разное время отдал долг родине и нёс службу на рубежах нашей отчизны. Каждый участник стремился внести свою лепту для победы своей команды. От того, что в эстафетах участвовали и папы, лица у всех ребят сияли безграничной радостью и весельем. Все участники соревнований получили почётные грамоты и были отмечены сладкими призами. «Я первый раз здесь. Я очень удивлена, как я выступала. Мне понравилось лазить в туннели». Такие мероприятия воспитатели детского сада «Чебурашка» организуют каждый год для того, чтобы приобщить детей и родителей к здоровому и активному образу жизни. Смоленские налоговики подвели итоги работы в 2017 году. Специалисты отмечают, что казна в минувшем году приросла почти на 47 миллиардов рублей. Из них в бюджет региона перечислены 31 миллиард. По многим показателям Управления налоговой службы по Смоленской области опережает коллег из других регионов и общероссийскую статистику. В Снежинске введена в строй первая очередь Центра лазерно-физических исследований. Основное направление его деятельности – это физика веществ и материалов в экстремальных состояниях, то есть под воздействием сверхвысоких температур и давлений. Для чистоты экспериментов в лабораториях созданы практически идеальные условия. Температура, влажность, давление – эти климатические характеристики поддерживаются в данном помещении на заданном уровне 24 часа в суд. Специальные инженерные системы следят даже за потоками воздуха, погуляющими между оптическими элементами, чтобы минимизировать их влияние на качество лазерного пучка. В новом Центре лазерно-физических исследований в Снежинске созданы практически идеальные условия для экспериментов. А в конструкции самих лазерных установок применены самые совершенные инженерные и технологические решения. Крупноапературная оптика уникальная и совершенная. Дифракционные решетки, пространственные фильтры, пластины из неодимового стекла размерами 300 на 600 миллиметров. Основная задача специалистов Центра – выяснить, как ведут себя различные материалы и вещества при сверхвысоких давлениях свыше 100 миллионов атмосфер и температурах около 10 миллионов градусов. Полученные данные помогут решить множество задач в различных сферах деятельности, в частности, приблизиться к осуществлению контролируемого термоядерного синтеза. Кроме того, потенциал Центра позволяет проводить на его базе совместные исследовательские эксперименты с институтами Академии наук. А о том, что это сотрудничество ведется и очень важно для обеих сторон, совсем недавно заявил глава РАН Александр Сергеев. Традиционно академические институты выполняют большой объем работ для проектов Росатома. Это проекты в области ядерной энергетики, ускорительной и лазерной техники. Это направление для РАН важно не только потому, что оно интересно, но и потому, что высокотехнологичные заказы от Росатома – это серьезная финансовая поддержка для институтов. В ближайшие совместные планы Росатома и Российской Академии наук входит реализация двух меганаучных проектов. Строительство в Новосибирске коллайдера, на базе которого будут вестись полномасштабные исследования в области физики высоких энергий, и создание в Сарове эксоватного лазера с суммарной пиковой мощностью в два раза превышающей нынешний мировой рекорд. Эти два проекта позволят осуществить уникальные программы исследований сразу по нескольким научным направлениям и обеспечат научно-технологическое лидерство России на многие годы вперед. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова